Итак, ребята, прежде чем пойти с TES дальше, давайте посмотрим, как он работает в Java. Потому что на сайте MDN JavaScript действительно описано, что TES в JavaScript работает по-иному, чем в других языках. Так как TES пришел в Java, давайте хотя бы напишем код и посмотрим принцип. В школе мы в разделе подготовка устанавливали с вами среду разработки IntelliJ от JetBrains. Там есть версия Community, то есть бесплатная. Рассказов второй раз не буду, давайте пойдем дальше. Итак, открываем IntelliJ IDEA, нажимаем File, New Project. Дальше выбираем Java, здесь ничего не выбираем, нажимаем Далее. Вот здесь Create Project Front Template, Command Line Up. Ну и здесь пишем название проекта. Так, ну так и назовем test.java. Здесь напишите базовый пакет, но я написал bov.bov, вы напишите все, что хотите. И открываем проект. Открывайте либо в новом окне New Windows, либо в этом окне. Я открою в новом. Я долго думал, сейчас я не буду рассказывать. Java мы коснемся. Начнем ООП проходить и коснемся Java, по крайней мере, для того, чтобы оттенить Kotlin. Java, конечно, многословный язык, но он вам, ну, по сути дела, он многим нравится. Да, но я его не люблю по нескольким причинам, но писать на нем вам понравится. Сейчас я расскажу. Вот разница. Вот разница в чем между Java и Kotlin. Вот код на Kotlin, это с сайта, кстати, с блога Google. Одна строка на Kotlin, сорок строк на Java, да. То есть, по сути дела, Kotlin, как Python, да, делает сразу, вы делаете задачу. Ну, а здесь надо все описывать. Этот язык был сделан тогда, когда языки писались для всего. Сейчас это время закончилось. Это время вообще закончилось в 2009 году с рождением Go. Языка программирования Go и уже Kotlin тоже язык программирования новой формации. Перестали языки писать для всего, начали языки писать под рынок. Выгодно, удобно и востребовано. Итак, коротко буду объяснять. У вас создался паблик класс Майн название и создался точка входа Майн. Иными словами, это язык со статической типизацией. Программа компилируется. И понятно, надо откуда-то начать. Вот точка входа и является Майн. Так, поехали дальше. Мы сейчас с вами... Наше дело тест, поэтому сейчас я на Java не буду заострять внимание. На самом деле, вот если честно сказать, то в GC геморроя больше. Java многословный, но здесь все шаблонно. Ну, много чего шаблонно. По сути дела, сохраняй себе сниппеты и будешь писать. Потому что тут все шаблонно. Итак, мы имеем первый класс Майн, который для нас осталась среда. Это язык полностью объектно ориентированный. Иными словами, без понимания ООП здесь делать нечего. Учить ООП на основе Java это примерно то же самое, что пойти в пруд и там учиться навигации морской. Ну, это было бы глупо. Почему? Потому что, ну, тут много своих заморочек. Поэтому классические вещи тут есть. Но если вы хотите классику, изучайте Python, Красный Рубин. То есть там будут более классические методы ООП. Ну, вообще, понимание ООП классическое в Kotlin. Оно реализовано без наворотов. Но основные все вещи есть. А там остальное прикрывает функциональное программирование. Поэтому, конечно, лучший вариант это сначала выучить какой-то язык, где есть именно классическое объектно ориентированное программирование, которое реализовано полностью. А потом уже смотреть, ага, это и уже просто работает Java очень легко. Ты понимаешь, как это делается и зачем это делается. Хорошо, паблик. Здесь, видите, все просто. Если мы будем с вами в GC разбираться с... Сейчас что-то вылетело из головы. С областями видимости, то в Java все тривиально и просто. Паблик, то есть видно везде, приват и так далее. И видим, значит, давайте почитаем. Один раз запомните, значит, смотрим паблик. То есть виден отовсюду статический. По сути дела, это модификатор. Так, попроще объяснить. Иными словами, здесь, когда мы будем нечто выводить, здесь, когда мы будем нечто выводить, значится статик. То есть Java построена таким образом, что каждый метод должен что-то возвращать. А статика, статика, это метод, который... Ну, вот, понял, как объяснить получше. Значит, смотрите, вот есть точка входа. Вот этот метод, по сути дела, он сейчас ни к чему не привязан. Но вставляя статик, он будет вызывать вот этот класс. Да, Майн. То есть статик всегда говорит о том, что я привязан к классу. Статик может применяться ко всему. К блоку, к методу, к внутреннему классу. По сути дела, у него одна задача. Привязка чего-либо, любого субъекта к существующему классу. Если вы попробуете убрать метод статик, статик, модификатор статик с этого метода, то вы просто получите ошибку. Войт. Вот здесь мы разбирались ранее в Kotlin. Так как Java это объектно-ориентированный язык, и все здесь является объектами, поэтому здесь любой класс, любой код должен что-то возвращать обязательно, иначе Java ляжет. Так Войт говорит о том, что возвращать ничего не нужно. Ничего это значит ничего. Здесь есть проблема между Java и Kotlin. В чем? Немножко непонимание. Я попытался объяснить в Kotlin эту вещь, потому что разработчики Kotlin написали, что юнит в Kotlin то же самое, что в Войт в Java. Ну, на самом деле, это не то же самое, но лучше объяснений не найдешь. То есть в Kotlin он ничего не возвращает, кроме одного. Но это уже возвращает. То есть в Kotlin он говорит выполнено, и возвращает один, один нечто. А Войт вообще ничего не возвращает. Вот, и название метода Mine, то есть точки входа. Ну, ладно, я же говорю, Java давайте потом. Он шаблонный язык в основном, поэтому поехали. Вот сейчас скопируем. Итак, нас интересует Войт. Когда мы с вами начали рассматривать GC, то рассмотрели пока только один вариант. И ТЭС в GC, там зависит от контекста, который мы продолжим рассматривать. В Java все проще, откуда он пришел. По сути дела, мы сейчас проиграем ситуацию. В Java ТЭС используется, когда у метода конструктора класса методы конструктора одинаковые имена. Иными словами, что-то совпадает. Второй пример мы не будем рассматривать, но он опять же, по сути дела, здесь ТЭС используется, выбор одного чего-то из двух. Ну, поехали. Итак, создадим класс. Назовем его тупой Java. Степет Java. Ну, так. Ну и добавим еще что-нибудь. Ес, пусть будет так. Значит, синтаксис банально простой, хреново читаемый. Сразу говорю, в Kotlin это доработали, там, по крайней мере, взяли хоть какую-то, разделили имена классов разметкой нормальные. Здесь так, расплывчато. Поэтому все зависит только от вас. Как вы будете писать, привыкнуть можно, но тяжело. Тогда не заморачивались на читаемости, я так понимаю, и этому радовались. Поэтому фигурные скобки и тупо пишем сразу метод. Ну, допустим, возьмем, не будем отделяться, указывается тип, стринг, строка. Мы с вами, изучая языки, уже встречались. В Java ничего нового не придумано. Строка, она также обозначается как тип данных двумя двойными кавычками. Пусть будет name. Обязательно идет, что завершена операция, точка запятой. Теперь, в Java все просто. Здесь Java за вас ничего не сделает. Вы должны все делать сами. По сути дела, каждый класс имеет два метода. геттеры и сеттеры. Страшных слов ничего нету. Запоминается очень просто. Ребят, вот сделали запрос. Вы же вспоминаете, есть гет-запросы, да? Есть там пост-запросы. Гет-это всегда запросить, да? Давайте, чтобы было проще, так будем. Чтобы нам понятно было. Методы, которые возвращают значение переменных, называются геттеры. Методы, которые изменяют значение переменных, называются сеттеры. Я сейчас покажу, что уже отсюда вы можете писать неплохой код Java, потому что, в принципе, вот отсюда на чате уже можно писать. Итак, за вас интеллиж еще сделает. Тут надо просто сделать, допустим, давайте наберем ppsg. ppsg. Ну вот, видите, ppsg набрали, public string, get name, get name, retro name. Все, все среда за вас сделала. Нифига не надо набирать. Дальше нам остается указать. Иными словами, нам надо указать, что надо вернуть. Мы собираемся вернуть, name, да, который имеет тип данных, строка. Значит, дальше, что мы делаем? Что мы делаем? Мы вернули вот уже retro name, при помощи инструкции retro, указали name, ну и точку запятой не забывайте ставить. Все. По сути дела, больше он ничего не делает. Он просто возвращает. Ну, get запросить, в любом случае запрос, get запрос, получить, в общем, иными словами, то, что нам надо возвращать. Дальше. Все действия, которые вы не делали в Java классе, все делаются в сеттеры. То есть, в сет. Вот отсюда, как я сказал, вы можете начать писать уже маломальский код Java, и он будет всегда работать. Почему? Потому что под это все заточено. Public string введем PWS, PWS, вот, и оно написало само, и даже тест поставило, а нам тест не надо сейчас, потому что жаба тупой у нас, да. Просто для себя запомните, сеттер, сеттер, это то, что работает с изменением свойств. Иными словами, все проверки, все, весь код, был зеленый, стал красный, все пишется здесь, а здесь возвращается. Все, логика простая, здесь умности никаких на самом деле нет. Единственное, что надо все это прописывать. Обратите внимание, написали это, да, мы выводим name, и Java, почему он, он же не понимает, вот смотрите, он видит name, и тут name, все, все, сдох, все, он не знает, что делать, он уже, упал, упал на спинку, машет там руками, ногами, говорит, я, я, я в афиге, все, и сдох. И, тем не менее, самое страшное, что он еще будет выдавать результаты, вот это, это очень плохо, это очень плохо. Мы пишем, дальше, если будете писать код, просто смотрите, как другие программисты, кто-то относит, ну, все по-разному делают, на самом деле, я вот обратил внимание, хотя есть общая инструкция, правила написания классов, правила написания кода, поэтому, конечно, лучше руководствоваться, на сайте Java, лучше руководствоваться ей, то есть, лучше руководствоваться этой инструкцией, запутаться здесь сложно, если понимаешь, что пишешь. Далее нам надо вывести vp, vp, не сработало, void print, ладно, сделаем так, нам print ln не надо, значит, void print, метод, как и в Python, нет они, и дальше, пишем инструкцию для системы, вот, все просто, все опять вывело, system.out, вывод printl, ну, как в JavaScript, println, и, чего вывести, ну, понятно, мы вводим name, name, и не забываем, точку запятой, вот наш нехитрый код, давайте попробуем, обычно код находится в CRC каталоге, вот наш класс, mine, давайте его запустим, run mine, и будем ждать, ну, скажи, пока он ничего не вывел, почему, потому что мы не указали, в методе mine, а чего нам вообще надо ожидать, то есть мы-то в классе написали, что сделать, а что вывести, мы не написали, поэтому идем в класс, наш точку входа, в метод mine, и будем писать, ну, пишем, смешно я говорю, вы знаете, просто я не сильно, обычно обдумываю, но Java я говорю, посмотрим, потому что все-таки надо, Java, наш класс, стипен Java, yes, вот он, дальше, ну, назовем класс, по первым буквам присвоим, да, с, ж, е, ю, да, с, ж, ю, пусть будет так, вы свое что-то сделаете, конечно, лучше читаемые имена, дальше, ключевое слово, new, и, чему равно, ну, понятно, все здесь бесхистерственно, ему же и равно, поэтому, опять, ума здесь много не надо, все шаблонно, запомните, Java, он шаблонен, тут надо просто разобраться, где-то кому-то интересны, эти все копания, дальше, теперь мы можем использовать, наше, cg, дальше, с чем мы его будем использовать, давайте смотрим, давайте мы будем использовать, name у нас, где, в сетере, zname, значит, точка, то же самое, точка, это как, слэш, вот, вы указываете папку, там, папка одна, там, название, дальше, слэш, вторая, в, языках программирования, при написании кода, слэш, заменяй точками, и пишем метод, zname, zname, и далее мы можем, вывести, строку, ну, имя мы не будем вводить, мы напишем, что ж ты делаешь, что ж ты делаешь, вот он нам помечает, среда, что нет точки запятой, и все вроде бы, нет, не все еще, еще не все, по сути дела, что нам надо сделать, нам надо завершить, надо это все показать, показать, и иными словами, вывести, метод print, теперь давайте запускать, чего-то я там, сейчас посмотрим, понятно, я немножко не то написал, я написал пак, 20, все правильно, все подсказал, 20 пак, а мы хотели написать print, ну, бывает такое, print, ну, давайте запускать снова, run mine, и говорим, вот скотина, нуль, вот скотина, и, и вот скажи ты, вот ты скажи, вот он, Java, вот, и что делать, а хрен его знает, что делать, он же не пишет, что я обосрался, он же не пишет, вот, вот этот Java, он не пишет, я обосрался, а если код, 500, этих слов, ну, понятно, опытный программист, сообразит, начнет смотреть, а новичок будет смотреть, как баран, этот баран, я не знаю, что делать, и новичок баран, я не знаю, где мне что изменить, а он обосрался, вот нейм, вот нейм, он, он не говорит, понимаете, вот, за что я не люблю Java, он выводит, у меня все, окей, ну, иными словами, и бись, как хочешь, и понимай, как хочешь, но это еще не все пристрастия Java, он еще круче, если вы видели Java программы, вот, как это представитель, да, то есть Java следует изучать, когда, когда вы собираетесь работать с чем-то, в течение долгого времени, иначе, нет смысла, или под команду, да, это классный язык, это быстрый язык, это язык, на котором можно написать все, что угодно, и прописать все, что угодно, но, он имеет свои минусы, во-первых, он не определяет, часть ошибок, и просто, грубо говоря, пишет, я не знаю, что делать, почему, а потому, что он при компиляции не может считать ошибки, он их выдает при выполнении, почему, именно поэтому у Java вечно вот эти баги, да, отправить, 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 и разработчики потом годами правят, по сути дела, напишут программу, и годами уже правят ошибки, в Kotlin все это исправлено, там как в Python, ты забил, тебе выдало, вот тут ошибочка, надо поправить, приятно, нормально, а тут что, засранец, засранец, по-другому не скажешь, конечно, будешь злиться, смотрите, мы здесь сделали без тест, и Java, что сделал, он нам не сказал, что, ребята, он просто вывел нуль, опытный разработчик сообразит, что, чего-то не то, что Java запутался, но тем не менее, Java, он отработал, он скомпилировал программу, ничего не вывел, ему, ему нафига париться, это пусть программист парится, язык париться не будет, и Java машина, она не парилась, она тупо не поняла, какой нейм выводить, да, это или это, ведь не указано, да, эта среда подчеркнула, но Java, он не парится, он тупо, у меня все окей, я отработал, и хрен тебе чего, Ребят, ну, я, конечно, шучу, это утрированно, чтобы вы понимали, потому что ругаться вы начнете, когда писать будете на JavaScript, тот будет всегда выдавать и все, и вы ждете одного, а будет выдавать другое, поэтому, то, что я говорю, в предыдущих уроках надо хорошо, в Java надо быть просто внимательным, ладно, поехали дальше, давайте-ка мы напишем второй класс, ладно, пусть нуля-то остается, черт с ним, нам надо понять, второй класс, так, как мы его назовем, мы назовем класс, а мы не дураки, We are not fools, а мы не дураки, и так, мы не дураки, класс наш, и тут тоже у нас будет, не хочет ничего придумывать, не придумывается ничего, вон у нас уже есть, string name, строка, ну и как вы догадались, как я сказал, в Java все шаблонно, понятно, что и этот класс имеет, и getter, и setter, мы уже с вами знаем, поэтому, ps, get name, return name, все, она все вывела, и так, возврат, написали, что мы хотим, возвратить, значит, теперь нам надо, setter создать, pv, zname, setter создали, все, среда за нас сделала, и здесь, ребята, так как наша основная задача, рассмотреть все-таки, test, на самом деле, ребят, это, я утрировано, говорил, в первом, о первом, классе, для того, чтобы вы запомнили, Java все лежит на программисте, язык ничего не делает, это вам не Python умный, здесь, он не умный, не глупый, он просто такой, какой есть, то есть, по сути дела, я сказал, вот с этого вы можете начинать писать программу, вот вам костяк программы, сейчас не будем показывать, но дальше, когда начнем изучать Java, здесь мы можем делать проверки, назначать какие-то свойства, все эти, и все это будет изменяться, и писать сами себе проверку, если что-то не так, там вывести то-то, в общем, грубо говоря, сами заботиться о себе, потому что Java писался в те времена, когда все писали для всего, и так, давайте мы пока, так как мы рассматриваем тест, но мы сначала все-таки попытаемся реализовать, без тест, значится, и мы возьмем, здесь делаем, ага, а мы поумнее, мы new name, а нож уже будет отличаться, правильно, и теперь, а он нам поставил, нам тест пока не надо, мы к нему придем, значит, у нас, чему должно быть равно, name, присвоить чему значение, правильно, new name, во, или него, или него, а что это ты так, а, а, ну пусть будет ошибка, я уже ошибку вижу, я уже ошибку вижу, сейчас мы, по крайней мере, ее увидим с вами, это хорошо, так, и давайте-ка мы выведем, все то же самое, void print, можем даже в одну строку, system all print, не вижу, а, было, было, вот, print lm, name, ну, так как-то, не очень читаемо, если честно сказать, давайте скомпилируем, нам еще надо написать, давайте посмотрим, какую ошибку выведет, должно исключение вывести, variable new name, класс, boob, вот, правильно, а почему, а потому что, сток, секунду, так, тут мы ничего не будем трогать, ну, вы тоже увидели, надо как-то определиться, чего там писать, просто по-разному написали, теперь нам осталось прописать в классе, в методе main, и все, значит, давайте так, так, наш класс, класс, вот, фулс, вот вы уже все знаете как делать дальше not false that name без тис работает тест без тис работает и запускаем ну вот тут программа отработала корректно то есть мы получили действительно строку то значение которое мы хотели без тест работает ну ребят можно и так было написать по сути дела но зачем тоже тогда тест для того чтобы это было удобно менее перегружать код четко понимаешь зачем все считывается то есть давайте создадим еще один класс пусть это будет класс майн тэс майн тэс ворк и и тоже тоже свойства там было чтоб не писать лишний код тоже свойства string name дальше public string get name и далее пишем setter public void z name и вот тут она сама поставила тест name иными словами мы указываем что это использовать это name именно name метода а никак не name класса и что нам осталось видите вы уже все знаете вывести void print void print void print void print systemo print ln ну что здесь дальше алгоритм ничем у нас не будет отличаться ну мы могли там и так написать просто наверно не надо было копировать ввести а потом просто поставить итак это у нас класс мантис work назовем this work this work new mine this work this work that name я специально еще пишу несколько раз чтобы вы взяли алгоритм ребят все просто на самом деле все шаблонно и мы можем запустить нашу программу она отработала корректно и теперь давайте подводить ток когда когда применяется тест тест по сути дела уже у всего два случая когда у переменной экземпляра класса метода конструктора одинаковые имена у класса есть у нас значит name строка и она совпадает с методом z name тоже то есть имена name и name совпадают да и java java машина она не знает что делать поэтому она выводит 0 да но как мы посмотрели мы могли это вот был первый случай да мы могли решить это без тест но с другой стороны если есть тест и у нас есть возможность писать меньше кода не перед не перегружая его то есть указать на лету что выбрать из двух выбрать конкретно name метода указываем ключевое слово т.с. и в реальности получаем тест z name то есть действительно она у нас отрабатывает и мы получаем на выходе эту фразу второй случай мы рассматривать когда нужно вызвать конструктор одного типа это уже будем позже но опять же заключается к чему отводится к выбору одного из двух согласитесь все просто вот отсюда java пришло тест java script но взято одно оно только здесь и жава как вы видите java script само ключевое слово и по сути дела выбрать а вот все остальное здесь отброшено почему потому что если мы берем java script как мы с вами продолжим осматривать тут тут у нас тут у нас когда мы начинаем читать куча вариантов вот поэтому они написали поведение ключевого слова т.с. несколько отличается по сравнению с остальными языками но будем говорить так несколько это сказано очень мягко да ребят вы сами увидели если начинаешь читать то куча вариантов по сути дела я насчитал 7 наверно да поэтому мы в уроках который и этот урок там расположен мы и начали где используем тест правило первое то есть мы вытянули целую ну вы все это смотрели сами знаете да целую целый слой где мы рассматриваем в комплексе и это есть изучение java script понимание контекста понимание поиска то есть глубины поиска классов передвижения ну в общем много-много всего вот это мы сейчас будем дальше рассматривать ну а здесь я хотел еще java все-таки возьмем ну будем говорить так если опустить первую часть который я ругался наигранно конечно но вы поняли что в принципе java не такой уж сложный ну во первых это язык будем говорить так шаблонный здесь надо просто все писать уже вот эту программу вы можете взять за начала за начала да и по сути дела ведь костяк программы уже очень простой но с него можно уже написать довольно много кода по сути дела вы можете на определять кучу разных имен возвращать геттерах а в сеттерах писать проверки но будем изучать потом посмотрим да покажу то есть уже там ветвление if else сами себе там писать что если что то не то делать вот так и так так то есть иными словами все писать вот этот костяк для вас может стать началом работы java вот поэтому ну на java будем говорить так с одной стороны интересно писать с другой стороны наверно как я сказал он довольно шаблонный язык просто что многословный но тем не менее имея такую среду ту же интеллижда которая не надо там ничего запоминать она все это за вас напишет только вам смысл понимать ну давайте еще чудовость сделаем мы с вами так чаще сейчас где у нас тут я не вижу у меня есть коды конверджал файл то котлин так и давайте посмотрим код который мы получили что-то там поправить но в любом случае посмотрим код вот котлинский код интернал класс наш класс вар name string но лифа гейт name string гетари можно вообще отсюда убрать к пасек конвертации так что то здесь вот тут пока что-то еще у нас что мы сразу делали а понятно он же там не отработанный код 43 класса писали он не отработанный код давайте напишем по другому мы можем написать то что наш юнит да сейчас посмотрим чего он тут получилось до рака ничего здесь не надо нам кавычки 48 а что мы там делали еще не равно нулю вот это так класс функция сейчас ли не разбираться и честно сказать так ничего без стис не работает теперь работает стис так а тут не дурак тут все сделал ну это мы сами сделали конечно здесь он не путает то что мы писали на java вот пожалуйста код на котлин по сути дела можем часть файлов на котлин часть файлов на java в общем как нам сбредет голову на котлин конечно все читается проще тоже модификатор при доступа класс название класса кавычки дальше переменная но уже человеческие человеческие читаемые вар изменяемые переменные название name двоеточие стринг и вот смотрите круто и вот здесь вот здесь котлин все это дело устранил вот эти недостатки java то есть по сути дела этот знак вопрос в котле называется оператор элвиса мы еще будем изучать если не равно нулю то выведет значение все равно нулю то выведет нуль но по крайней мере больше язык вот я тут специальную статью для вас нашел больше язык не будет вот такой вот фигни да как в java есть 0 pointer expression или вот это ошибка на миллиард да который есть у java он на любое на любое почему java программисты вот я говорил в сетверах надо писать для себя исключения все все прописывать почему потому что java нифига не понимает и он вам выдаст одну ошибку на тысячу случаев поэтому взяли для себя такую вещь что да мы стес разбираемся давайте немножко отойдем в сторону что в java надо вот взяли программу да вот там вы главный программист да а не сам язык и сидите и продумывайте все варианты надо описывать котлен все немножко попроще здесь именно так как этот соф разработал разработана джава сама идея и эти ребята съели и слона и верблюда и самолеты все подряд поэтому они конечно воплотили свою мечту чтобы котлен не выдавал таких ошибок конкретные значения потому что джава нуля боится потому что там объектно ориентированный язык смысл там такой что джава всегда должен что-то возвращать мы с вами увидели в данном случае он 00 все таки возвратил да а а здесь вот смотрите строку все равно возвратил и давайте еще один момент наш код наш класс майн все нет уже класс мая мы его переконвертировали ну ладно итак ребята мы с вами наша основная задача была это поработать а вот и майнкт наш да 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 а где наш а он вообще переконвертировался я уже давно эти просто не занималась перед конвертированием так уберем так уберем вот нам интересует каталог ну-ка а давайте-ка анализим там уже коды так так ну я не помню как надо посмотреть на оборот скотлинов java он совместим ладно итак ребята то что мы хотели увидеть работу тест java мы увидели поэтому дальше продолжаем тез в javascript